Привет-привет! С вами Женя и сегодня мы продолжим бесконечное лето, как я и говорил, по новому маршруту. Поэтому наливаем новую порцию чайка и давайте начнем сразу. Итак, что мы выберем в этот раз? Я думаю в этот раз мы... промотаем... в этот раз мы решим повести себя так как по идее Семену правильнее всего было бы себя повести исходя из его характера. А именно избегать всех кого только можно. Посмотрим как у нас это получится. Так нет, я не пойду. Я не пойду, я пойду в автобус и я... вот он, я снова катаюсь по траве. Я... я не буду отвечать. Здесь на самом деле для такого большого объема текста не так уж много выбора. Я даже не знаю... В этот раз мы не будем пытаться отнять котлету. Мы вообще не будем проявлять никакой инициативы. Как мы видим результат тот же самый, что отбирай, что не отбирай. Взять ключи и не трогать. Не будем трогать ключи. Хотя с другой стороны зачем они мне? Вот именно. Так. И дальше снова все то же самое. Не будем хвалить книгу. Останемся... Останемся совершенно наедине со своими мыслями. Вернее, с мыслями Семена. Какие бы они у него ни были... Ээээ... Что это? Да, так вот. Естественно, предположить, что Семен, впервые попав в Савенок, Действительно, старался бы по возможности избегать людей. Это обходной лист, насколько я помню. Эээ... Хорошо, пойдем. Пойдем, Семен. Пойдем в клубы. Познакомимся с протирателями оптики. Познакомимся с японским вокалоидом. Познакомимся с Знойной... Нет, Знойная не здесь. Вот здесь Знойная медсестра. Итак, что здесь... Что здесь будет дальше? Ага. Ага, пойти за картами. Пойдемте одним. Только в этот раз у нас нет ключей. Интересно, это... Это ни на что не повлияло. Не будем спорить с Алисой. А... Действительно, если не брать ключи... Я помню, когда мы брали ключи, там ящичек был... Да, 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 да. Маленький ящичек с замочной скважиной. Я потянул, но не открылся. Интересно, что она там прячет? Взламывать его явно не лучшая идея. Тем более не факт, что карты там. Ну да, ключа у него нет, поэтому... Знакомство с ящичком на этом и ограничилось. Хорошо. Итак... Ээээ... Пропустим. Обучение... Играем турнир... Эээ... Играем турнир... Играть турнир или сразу проиграть кому-то? Ну, давайте... Давайте сразу проиграем. Наверное... Имеет некоторое значение, кому мы проигрываем. Или... Или там хитрее. Я... Ладно, давайте... Давайте проиграем. Проиграем и... Пойдем... Пойдем... Да куда угодно. На самом деле... Пойдемте на стоянку. События прошедшего дня все еще ярко мелькали у меня в голове. Чертов никому не нужный обходной. Глупый турнир. Сейчас мне не хотелось ничего делать, ни с кем разговаривать. И даже разбираться со своей непростой ситуацией не было никакого желания. Я вышел на площадь, уселся на лавочку и уставился на памятник Генди. Ты же... Я же выбрал для тебя стоянку. Почему ты сел на площади? Семен, будь внимательнее. Не знаю, сколько я так сидел, но из раздумий меня вывело назойливое стрекотание сверчков. Я встал и бездумно направился, куда глаза глядят. Вот, уже лучше. Автобусная остановка. По какому-то непонятному стечению обстоятельств второй день подряд вечером я попадаю именно сюда. Может быть, подсознательно надеюсь, что здесь меня будет ждать автобус, который увезет обратно в привычный мир? Вряд ли. С другой стороны, чем черт не шутит? Уже стемнело. Я просто стоял там и смотрел в ночное небо. Астрономия никогда не привлекала меня настолько сильно, как астронавтика. Мне было интереснее смотреть на рисунки далеких созвездий, туманностей и галактик, выполненные художниками, чем разбираться в астрономических единицах, угловых скоростях и массах небесных светил. Конечно, я бы смог найти большую медведицу. Но потеряя себя в тайге, единственным моим спасением стало бы лишь знание того, что мох растет с северной стороны дерева. Семен, ты же говорил, что ты мастерски ориентируешься на стороны света. На восток, во всяком случае. Или на север? Да, на север. Ну что ж, если ты уже знаешь, где север, то найти все остальные стороны света можно. Логически. Впрочем, не уверен, что и это бы мне помогло. Постояв еще пару минут, я направился назад в лагерь. Впервые за день меня накрыла дикая усталость. А это уже было. Хорошо. Хорошо. Ну, да, с Женей нам все равно ничего не светит. Это практически очевидно. Поэтому с ней мы можем посидеть. Ммм, да, сюда мы по-прежнему не придем. Хорошо. Туда мы тоже не пойдем. В общем-то, все продвигается практически так же. Да, поможем ребятам. Не будем помогать девчонкам. Интересно, как там ребята развлекаются. Может быть, не таких уж и гигантских роботов. Конечно, решился я не сразу. Действительно, какой смысл лишний раз пересекаться со странноватыми любителями научной фантастики периода начала середины двадцатого века? О, ну, Семен, мы уже видели, у них там происходят интересные вещи. Но вдруг от них получится что-то узнать? Можно хотя бы попробовать. Стоя на пороге клуба, я несколько замялся, но, отбросив в сторону сомнения, открыл дверь и вошел внутрь. Электроник и Шурик согнулись над столом и что-то пристально рассматривали. Привет, кибернетики! Как жизнь? Я постарался быть максимально дружелюбным. Привет, а мы тебя ждали! Я не сомневался. И правда, Электроник ведь знал все события наперед. Ну и что вам нужно? Поможешь робота доделать? Каким образом? Я в подобных вещах не силен. А мы тебе сейчас все покажем, расскажем. Не умеешь? Научим? Не хочешь? Заставим! Радостно закончил за Шурика Электроник. Это, конечно, все замечательно, ребята, но я с вами вот о чем хотел поговорить. У меня тут мысль родилась, думаю, это как раз по вашему адресу. «Что за мысль?» Спросил он недоверчиво. «Как вы думаете, возможно ли путешествие во времени?» «С чего-то ты вдруг о таком задумался?» Электроник как-то неожиданно стал серьезным. «Да нет, просто я вчера книжку взял в библиотеке. Машина времени Уэллса. Читали, наверное?» Вот, собственно, и заинтересовался. «Семен, опасно играешь!» Во-первых, не факт, что машина времени Уэллса вообще издавалась в Советском Союзе. Ну, я точно не знаю, но, например, я видел, что те же «Унесенные ветром» в Союзе не издавались аж до 80-х. То есть, как бы, вполне возможно, они ее не читали. И даже если она издавалась, далеко не факт, что она есть в их библиотеке. И если они вдруг решат зайти в библиотеку и не обнаружат там машину времени, то… Семен, тебе, возможно, предстоит отвечать на неудобные вопросы. «А, решил сгонять в будущее? Посмотреть, как там?» «Да нет, меня больше интересуют путешествия в прошлое». «Это почему?» «Не знаю даже. Просто… Ну, об этом вы что думаете?» Общая теория относительности допускает существование червоточин, то есть туннелей в пространстве. Но ты этого все равно не поймешь. «А, скорее всего, не пойму». Да, и при любой гипотезе мы сталкиваемся с целым рядом парадоксов. Например, если ты вернешься в прошлое и убьешь себя, то получается, что ты из настоящего уже не можешь существовать. Эээ… Наверное. Короче, это всё слишком антинаучно. Ясно, но если бы это было возможно, я имею ввиду, для того чтобы оказаться в прошлом, нужна какая-то машина, устройство, установка, да, нужна, она называется автобус 410, Семен. Или достаточно просто заснуть и проснуться уже в другом времени и в другом месте. Семен, если бы все было так просто, ты бы регулярно засыпал и просыпался в другое время в другом месте. Или с тобой регулярно такое бывает, тогда у меня к тебе вопрос, какие вещества ты употребляешь. Могу тебе сказать, что наука еще не дошла до той стадии развития, при которой возможен ответ на этот вопрос. Прямо строчки из журнала «Техника молодежи». Наверное, у меня на антресоле завалялась пара номеров. Ясно. Похоже, прийти сюда было плохой идеей. Ты сюда пришел, чтобы им голову морочить или помогать им с роботом? Давай, дерзай. Ты, может быть, сам сумеешь этого робота как-нибудь, ну, применить себе на пользу, знаешь ли. Однако, если предположить, что известные нам законы физики не верны, или наоборот, законы верны, но мы не все о них знаем, как это не по-советски? Только что, ну, в прошлый раз, электроник безапелляционно заявлял «Наука не допускает все!» Все, что известно науке, верно, окончательно и бесповоротно. Тогда такой вариант возможен. Так. И кто-то, например, раса более разумная, чем люди, обладает превосходящими знаниями о природе бытия. Так. Они могут построить машину времени или каким-то другим способом путешествовать сквозь время. Так. Получается, в прошлое меня закинули старшие братья по разуму. Да, Семен, ты особенный. Ну, судя по всему. Я не знаю, тут как-то не рассказывается, происходит ли это массово. Со всеми бетардами, ну или хотя бы с их большинством. Пока что ты единственный известный пример таких путешествий. Вот бы узнать почему. Интересная идея. Если подумать, она не лишена смысла. А как можно найти этих вот, о ком вы говорите, ну, если уже оказался в прошлом? Семен, что ты к ним докопался? Они дети! Ну, практически дети. Что они могут знать? Ты считаешь, они здесь все знающие? Они носители каких-то сакральных знаний, знаний, каких-то скрижалей, каких-то секретных технологий, может быть? Что ты к ним пристал? Откуда же мы знаем? Вот именно. Они оба громко рассмеялись. Ладно, ребят. Спасибо вам. Я уже собирался уходить. Подожди, а как же робот? С ним все будет хорошо, я уверен. Семен, какая же ты скотина! Вот пришел, заморочил ребятам голову. Ты хотел от них узнать какие-то фундаментальные основы путешествий во времени? Думаешь только о том, что тебе хочется. А как дело дошло до того, что им надо, так ты сразу в кусты. Эдак ты не только ответов на свои вопросы не найдешь, а ты вообще мало что хорошего найдешь. Юные кибернетики рассуждали весьма логично. Но это, к сожалению, опять же, никоим образом не приближало меня к разгадке моего попадания в этот мир. Еще некоторое время, пошатавшись по лагерю, я направился на обед. Так, а это, кажется, уже было. Да. Так, сбежать или остаться? Сбежать или остаться? Ну что ж, мы уже видели, что будет, если мы останемся. Тогда мы точно, ну, наберем какие-то баллы в пользу Ульяны, да. А что будет, если сбежать? Мы еще не знаем. Поэтому давайте я на всякий случай сейчас сохранюсь и попробуем действительно сбежать. Решение пришло само собой. Пока Ольга Дмитриевна отчитывала Ульяну, я прошмыгнул к выходу. Благо, он был рядом. Выйдя на улицу, я замешкался на пару секунд и столкнулся с электроником. Похоже, он задержался в кружке. Куда спешишь? Я? Мой шаттл отбывает через 10 минут. Чё? Эй, эй, подожди! Слова электроника растворились в воздухе позади меня. Я выбежал на площадь. Явно не самое удачное место, чтобы спрятаться. В минуты сильного напряжения или усталости я часто начинаю разговаривать сам с собой. Не разговаривать, а скорее бубнить себе под нос. Это помогает сосредоточиться и быстрее найти правильное решение. Куда дальше? Дальше куда? В туалет! Семен, закройся в туалете. Тут 4 туалета на территории лагеря. Самое укромное место. Самым удачным местом, несомненно, было то, где меньше людей. Соответственно, это лес. Ну, лес тоже хорошо, но можешь заблудиться. Как мы уже знаем. Через полминуты я уже сидел на пеньке рядом с лесной тропинкой. И отдыхал. Удачно убежал ты, однако. Надеюсь, это научит Ульянку, как надо себя вести. Ведь уже не ребенок. Ты ведь обозвал ее ребенком, Семен. Как ты там говорил? Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Я помню. И правда, уже не ребенок. Тут я подумал, что, может быть, поступил не совсем правильно. В любом случае, немалая часть посуды на моей совести. Почему? Ваша потасовка в столовой была недостаточно подробно описана. Ты бил посуду или ты швырялся в Ульянку борщом? В ответ. Да и начнем с того, что можно было вообще не начинать. Я задумался. Как погодка. Передо мной стояла Славя. Опа. Ну, похоже, нам не удастся отмазаться от всех. Как незаметно подкаралась. Хорошо, хоть не Ольга Дмитриевна. Да лучше бы была Ольга Дмитриевна. Ну, в смысле, для нашего прохождения было бы лучше. Ну, ладно. Ничего. Только и смог ответить я. А я так и думала, что найду тебя здесь. Почему? Не знаю, просто. Она посмотрела на небо. Здесь меньше людей. Неужели Славя считает меня социофобом? Впрочем, основания у нее есть. А ты что здесь делаешь? Тебя ищу. Она вновь улыбнулась, но в этот раз как-то по-другому. Приветливее, что ли? Ну все, Семен. Пора начинать бояться. Ну, тебя ж пугает Славя. Давай, где там твой шаттл? Пусть унесет тебя навстречу этому реликтовому излучению. Меня? Зачем? Не догадываешься? Я уже приготовился выслушать в свой адрес несколько ласковых. Понимаю, что ты виноват меньше, чем Ульяна. Меня оправдывает помощница вожатой. От этого чувствуешь себя еще более жалким. Нет, ну серьезно, у нас же тут неплохой хороший полицейский. Но раз уж не стал помогать ей, то поможешь мне. Сказав это, Славя вновь посмотрела на небо. Интересно, что она там ищет? И в чем помощь заключается? Нужно разобрать книги в библиотеке. Это куда лучше, чем каторжная работа с Ульянкой. Да и отказаться на самом деле я не мог. Почему не мог? Семен, ты можешь все. Просто стесняешься. Весь в вашем распоряжении, мадмуазель. Или мадам. Она рассмеялась. Тогда пройдемте со мной, месье. Через несколько минут мы подошли к библиотеке. Всю дорогу я с опаской озирался по сторонам, боясь встретить Ольгу Дмитриевну. Славя, казалось, не замечала этого. И вообще весьма странно, что она не отругала меня. Конечно, продолжая аналогию, Славя уж точно полицейский добрый. Но еще бы от чего ей тебя ругать? Она от тебя никак не пострадала. Вот Ольга Дмитриевна может от тебя пострадать. Ну, от твоих проделок. А Славе-то что? Ну, в смысле, Ольга Дмитриевна за тебя отвечает. Я в этом смысле. Внутри библиотеку освещал яркий солнечный свет, в котором купались мириады пылинок. Особая библиотечная пыль с особым запахом, который ни с чем не спутаешь. Микроскопические кусочки, отживающих свой век собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма. Интересно, одинаково ли пахнет пыль рядом с полками художественной литературы и с книгами по физике и химии? Давай ты начнешь с тех рядов. Славя показала на книжный шкаф около бюста Ленина. Хорошо, а что конкретно делать надо? Просто складывай все книги на пол. Мы их протрем, потом назад поставим. Судя по количеству пыли, чтения, явно не самое любимое занятие пионеров. А где Женя? Не знаю, ушла куда-то. Странно. Казалось, что единственные два места, где можно было встретить Женю, это библиотека и столовая. Семен, ну у пионеров есть свои дела целый день. Не может Женя сидеть и бездельничать целый день в библиотеке. И вообще, у пионеров не так много свободного времени, чтобы в любое время зайти в библиотеку. Так что и не обязательно здесь присутствовать. Постоянно. Я принялся за работу. Столько книг за один раз в руках мне не доводилось держать, наверное, никогда. К тому же гораздо привычнее читать с экрана монитора. Или планшета. Что? Подожди. В каком году это было? Если у тебя еще, извините, кнопочный телефон. А там в первый день был звук набора кнопок, когда Семен доставал телефон. То есть у него именно кнопочный. Ну, смартфоны тогда не вошли в обиход особо. А уж планшеты тем более. Электронные книги? Возможно. Но откуда у такого нищеброда, как ты, какая-нибудь электронная читалка? Что-то это... Мне не верится. Во-первых, за электронные книги не надо платить. А во-вторых, не все можно найти в печатном виде. И какие же книги ты читал, Семен? Ну как? Спросила Славя, стоявшая за шкафом. Нормально, работаем потихонечку. А ты читала что-нибудь из этого? Из чего? Ну, про коммунизм. Нет, мне больше историческая литература нравится. Приключения еще. И мне. Историческую литературу я не очень любил, но по сравнению с классовой борьбой. Ты не обижайся на Ульяну. Не обижаюсь. Действительно. Случившееся в столовой уже не так больно задевало мое самолюбие. А что же Славя не предложила тебе первым делом отмыться? Отмыться. Я же помню, Ульяна оставила тебя облитого борщом и компотом. И ты прямо в таком виде пошел. Ну ладно, тебе плевать, как ты выглядишь, но Славе... Это как-то... Удивительно. Она могла бы тебе хотя бы показать, где у вас тут прачечная. Ну или что-то наподобие. Потому что... Вопрос с уходом за одеждой здесь как-то старательно обходится. Неужели авторы о нем ни разу не задумались? К тому же до встречи со Славей я успел отмыться от остатков обеда в лесном озере. Неужели? Неужели? А... А, то есть это в предыдущей сюжетной линии с Ульяной Семен ходил с заляпанной борщом. А здесь он, оказывается, отмылся! Ой, как хорошо мы сбежали! Вот, представляете? Не, все-таки... Ну, хорошо, здесь предусмотрели, да, что Семен отмылся. А там-то, там-то... Там нигде не было сказано, что он отмылся. Там разве что было как-то упомянуто, что он оттерся. Она не со зла, все это. Со зла или нет, но надо думать, что делаешь. Впрочем, ладно. Я перекладывал десятки книг неизвестных мне авторов. Через минуту я уже забуду, кто они. А о чем они писали, так и не узнаю никогда. Да, посмотришь на обложку, да узнаешь по названию. Ну, там, кто виноват? Что делать? Ну, или критика какого-то там материализма и эксгибиционизма, или как оно там называлось. Такова судьба многих писателей. Стать безвестным набором букв в толстом переплете на полке библиотеки несуществующего пионерлагеря. Закончил? Да, кажется. И я. Ладно, давай я буду протирать, а ты их складывать назад. Так я не помню, в каком порядке они стояли. Ничего, все равно их никто не читает. Кажется, у нее есть улыбка на все случаи жизни. Лишь иногда можно было заметить небольшие различия, оттенки эмоций в ней, радость, веселье, грусть. Но настолько мимолетная, что я не был до конца уверен, не мерещится ли мне все это. В этот раз ее улыбка показалась мне несколько игривой. Да, наверное. По крайней мере, я бы такое читать точно не стал. Славя протирал обложки влажной тряпочкой, а я оставил книги на место. Вместе у нас получалось весьма неплохо. Дело близилось к концу. А с верхних полок чего не снял? Верхних? Я поднял взгляд. Прости, я не заметил. Ничего. Сейчас стул только принесу. Даже с моим немаленьким ростом было не достать. Я встал на стул, начал снимать с пола книги и передавать их славе. Через некоторое время остался всего десяток другой в дальнем конце полки. Показалось, что дотянуться будет несложно. Я всегда предпочитал побольше схватить за раз, чем ходить дважды. И достать так, чем передвигать стул. Это стало роковой ошибкой. О, боже. Семен. Месье Семен. Вы сейчас собираетесь превратить мадемуазель в мадам? Ладно, я думаю, самое время на этом месте сделать перерыв и узнать, что случится с мадемуазель в следующий раз под внезапным напором Семена. Да, Семен. Что ж ты такой сногсшибательный? То Ульяну вот умудрился завалить, то теперь славю. Вот это называется, сбежали с уборки. Так сбежали. Видимо, как бы Семен не старался остаться здесь в стороне от барышень, ему это не удастся. Они все равно его настигнут. Да. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.